Новая система рекомендаций «Моя волна» в приложении «Яндекс.Музыка» знает, что понравится. Ссылка в описании. Привет, я Клифф Хенгер, и это фильм «В сердце моря». Экипаж китобойного судна борется за выживание после встречи с гигантским белым китом. Ни один благоразумный моряк не выбросит то, что еще может его спасти. Действие фильма начинается в 1850 году. Молодой писатель Герман Милвилл приходит поздно ночью к трактирщику по имени Томас Никерсон и просит рассказать, что на самом деле случилось с китобойным судном «Эссекс», где тот в юности служил юнгой. Ради этой истории он готов отдать все свои сбережения. Трактирщик, последний живой член экипажа с того судна, сперва отказывается, но супруга намекает на тяжелое финансовое положение, заставляя мужчину изменить решение. История переносится в 1820 год. Оуэн Чейз, старший помощник с лицом скандинавского бога, готовится отправиться в свое первое плавание в качестве капитана китобойного судна. Но в корабельной компании, где он промышляет добычей китового жира, ему предлагают должность старпома на «Эссексе», а главным будет Джордж Поллард, потомственный мореход без опыта. Полезность Чейза никак не перекрывает семейное происхождение мажора. Чейз собирает вещи, прощается с супругой и отправляется на корабль. В городе благочестивые горожане возносят хвалы Господу за китовый жир, топливо для промышленных машин и источник освещения. На борту уже находится молодой юнга Томас Никерсон. Бывалые моряки, с которыми старпом не раз ходил в море, оценивают нового капитана крайне негативно. Да и сам Поллард снисходительно относится к Чейзу, который является сыном фермера. Старая добрая сегрегация между земледельцами и моряками никуда не делась. При выходе из порта один из поросов не раскрывается. Старпому приходится лично лезть на мачту, чтобы показать, как делаются дела. За ужином для старших офицеров капитан вновь напоминает Старпому о его происхождении, вынуждая выйти из-за стола пораньше. Чейз идет отдавать указания экипажу, где кузен капитана Генри Кофен задает ему неуместный вопрос касательно оных. Поставив выскочку на место, Чейз замечает, как юного Никерсона тошнит. Он ведет его на палубу, где свешивает вниз головой за борт. Проверенное годами средство от морской болезни. Экипаж отрабатывает погрузку в лодке с гарпунами, когда прямо по курсу намечается буря. Старпом рекомендует обойти ее сбоку, как можно дальше. Но капитан велит поставить дополнительные паруса и пойти шторму навстречу, чтобы сэкономить время. Они и так отстают от графика. Да и заскучавшему от скуки экипажу не повредит встряска. Разумеется, такое решение выходит боком. Судно знатно треплет на волнах. Оно даже кренится на один бок. Громадные волны обрывают паруса и веревки и сметают все, что плохо закреплено. Только благодаря опыту и навыкам Старпома Чейза, Эссексу удается пережить шторм. После бури капитан вызывает его к себе в каюту, чтобы сделать выговор. Он обвиняет его в случившемся. Поллард велит собрать команду и сообщить, что они возвращаются домой на ремонт. После чего Старпом должен подать прошение об отставке. Вместо пустопорожнего спора Чейз играет на честолюбии богатенького мажора. И убеждает продолжить плавание, чтобы добыть китовый жир. Однажды смотровой замечает вдали китов. Экипаж грузится в вильбот и выходит на охоту. Чейзу удается загарпунить одного. Кошелот тащит лодку за собой на веревке. Кит обои ждут, когда животное умрет. И вскоре обессиленный кит всплывает. Чейз добивает его ударами гарпуна, пока кит не выпускает из дыхала струю крови. Обогренный ею, моряки смотрят на первую добычу. Вечером на судне идет разделка туши. Пока за бортом кружат привлеченные запахом крови акулы. Моряки вычерпывают из спермоцетового мешка в голове кита жир, но достать остатки они не могут. Слишком маленькую дыру прорубили. Никерсона, как самого маленького, отправляют внутрь, чтобы забрать остатки. Из туши удалось получить 47 бочек. Essex отправляется дальше в плавание. Обойдя мыс Горн, судно вышло из Атлантического океана в Тихий. Прошел уже год плавания. Отношения между Старпомом и Капитаном не улучшились за это время. Корабль останавливается в Эквадоре, чтобы пополнить запасы. Сойдя на берег Полар-Т-Чейс, случайно подслушивают разговор испанских китобоев. Они рассказывают, что обнаружили область вод, изобилующая китами. Но некий особенно агрессивный гигантский белый кит, охраняя стаю, уничтожил их корабль. Не вняв предупреждению, они подготавливают экспедицию в западные воды, чтобы собрать урожай. Даже несмотря на убеждения кузена Кофена. Спустя 14 месяцев плавания Эссекс находит стаю китов. Экипаж спускает шлюпки на воду и гребет к хвостам, в предвкушении богатого улова. Но едва гарпунщики начали метать орудия, как ответная атака морских млекопитающих переворачивает один из вельботов. Пока моряки заняты спасением и возвращением на корабль для ремонта, остальные продолжают охоту. Уничтожение животных заканчивается, когда появляется матерый белый кит, испещренный множеством шрамов. Он атакует Эссекс. От его ударов в трюме судно получает пробойны и едва не переворачивается. Чейз берет самый большой гарпун, стремясь одолеть величественного зверя. Старпому удается ранить животное, вонзив гарпун в голову рядом с глазом. Но его мощи хватает, чтобы привязанной веревкой повредить судно, вырвав мачту. Остальные китобои, заметив, что корабль опасно накоренился, разворачивают лодки к нему. Стало ясно, что его уже не спасти. Капитан велит грузить в лодки припасы, чтобы покинуть корабль. А Чейз снимает паруса, чтобы не плыть на одних веслах. Во время сборов начинается пожар. Из бочек вытек огнеопасный жир. Старпом оказывается заперт в трюме, отрезанный от выхода. Ему приходится плыть под водой, покрытой горящим жиром, чтобы выбраться. Моряки в лодках грибут прочь, глядя, как охваченный огнем Эссекс уходит на дно. Капитан подсчитывает оставшиеся запасы пресной воды и еды, чтобы рассчитать, сколько они смогут протянуть. В ночи слышна песня белого кита, потопившего судно. Кофен достает пистолет и направляет его на Чейза, обвиняя его в случившемся. Но капитан уговаривает кузена убрать оружие. Выжившие направляют лодки на восток, надеясь добраться до острова Пасхи. Но за 12 дней дрейфа течение отнесло их южнее. У людей падает дух, несмотря на попытки Чейза обнадежить их. Ночью начинается шторм, и в бушующих волнах Старпом замечает таинственного белого кита, который преследует их. На 34-й день после кораблекрушения моряки замечают землю. Они грибут к ней, когда белый кит атакует лодки, переворачивая их одну за другой. Оставшиеся в живых вплавь добираются до берега, где начинают искать воду, ловить рыбу и разграблять птичьи гнезда. Моряки предлагают круглосуточно сжечь сигнальные костры, чтобы привлечь внимание проходящих судов. Но Чейз в одной из пещер находит останки потерпевших кораблекрушения ранее и понимает, что команда скорее погибнет на острове, истощив скудные ресурсы, чем дождется помощи. Они решают плыть дальше. Утром выжившие делятся на две группы. Четверо человек остаются на острове, не в силах терпеть болтанку в море. Остальные грузятся на вельботы и продолжают плавание, в надежде добраться до большой земли. На 48-й день одна из трех шлюпок теряется на морской глади. В это же время в лодке с Чейзом и Никерсоном от истощения умирает один из моряков. Его хотят выбросить в море, но Старпом напоминает, что опытный моряк никогда не выбрасывает то, что ему пригодится. Выжившие принимают решение совершить вынужденный акт каннибализма, чтобы поддержать силы. Нет, гром не грянул с небес, и даже свет Южного Креста не стал нестерпимым. На 71-й день в лодке Полларда, отбившейся от остальных, выжившие тянут жребий, выбирая следующую жертву – кому не повезет пойти в пищу. Капитану достается короткая соломинка, и он просит кузена Кофена выстрелить из пистолета ему в голову. Однако тот в последний момент не решается и стреляется сам. Позже их шлюпка натыкается на лодку Чейза. Тут же появляется белый кит. Старпом берет гарпун и выжидает удобного момента для решающего броска. Животное показывается над водой, позволяя ему увидеть обломок брошенного им ранее гарпуна, все еще находящегося над глазом кита. Чейз не решается нанести удар. Он отпускает гарпун, несмотря на крики капитана, после чего кит мирно уплывает, махнув напоследок хвостом. Течение вновь разносит лодки по сторонам. На 87-й день лодку капитана замечает проходящие мимо судна, и выживших поднимают на борт. Однако вельбот Старпома продолжает дрейфовать без еды и воды. Наконец Никерсон замечает над головой чайку и видит землю вдалеке. Юнга пытается разбудить Старпома, но тот так долго не реагирует, что кажется, что он уже умер. Никерсон рассказывает, что они попали на остров через три месяца после крушения Эссекса. Местные выходили троих выживших, пока они искали судно до дома. Дорога туда заняла еще три месяца. 11 июня 1821 года они прибывают на родной остров. Местные встречают их прямо в порту. Чейз воссоединяется с женой-дочерью, которую никогда не видел. Та родилась уже после того, как он отчалил на Эссексе. Но Старпом не успевает даже дойти из порта до дома, когда его вызывают дать показания в судоходную компанию. Дельцы, вложившие в их поход деньги, хотят узнать, почему не получили прибыль. Капитан Поллард уже изложил всю историю. Но бизнесменам крайне невыгодны слухи, что какой-то кит способен потопить китобойное судно. Информация такого рода негативно скажется на всей отрасли. Моряки не захотят за гроши рисковать жизнями. Капитан просит Чейза соврать, что Эссекс сел на мель. Но Старпом, решив, что с него достаточно их лицемерия, отказывается от их условий и уходит в отставку. На улице он встречает Юнгу Никерсона и дарит ему булавку китобоя. Это была их последняя встреча. На следующий день капитан Поллард на слушании комиссии по делу Эссекса все же рассказывает подробности их злоключений к большому неудовольствию судовладельцев. Однако позже, когда он вышел на поиски этого белого кита со вторым кораблем, то его-то как раз и посадил успешно на мель, так и не найдя таинственного гиганта. Чейз же отправил судно за оставшимися на острове. Троим из «Фантастической четверки» удалось выжить. Затем он переехал с семьей, завязав с охотой на китов, но продолжил плавание по морям, став капитаном собственного торгового судна. Взрослый Никерсон заканчивает свой рассказ писателю, который планирует использовать его в новой книге, только переиначив на свой лад, облегчивший душу, как на исповеди. Старик хочет вернуть писателю деньги, но тот не желает их брать. В последней сцене они обсуждают слухи о том, что какой-то мужчина, копая ему, нашел в земле горючее масло. Такая неслыханная находка чисто теоретически может полностью изменить ситуацию на энергетическом рынке, где до сих пор правят китобои и китовый жир. Фильм заканчивается исторической справкой о том, что Мелвилл закончил писать роман в 1850 году. Вскоре он был издан под названием «Моби Ди». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова